Особое мнение на 101FM Поводом для обсуждения стало высказывание Романа Титова, который, собственно, эту инициативу вносит на областное законодательное собрание. Это не его личная инициатива. Она изначально была предложена ФАС России и руководством страны поддерживалась. Что пишет Титов в своем телеграм-канале и о чем он говорил в своем особом мнении здесь, в этой студии? Он говорит, что унитарное предприятие муниципальное является каналом для обхода законодательства о закупках и для слива муниципального имущества коммерческим структурам. Согласны ли вы с этим? При всем моем уважении к Роману Титову я однозначно не согласен. В первую очередь я не согласен с тем, что это похоже на принцип Шарикова взяться и поделить. То есть мупы мупам рознь. Надо отталкиваться от того, какую функцию они несут. И вообще давайте вспомним, для чего изначально создавались мупы. По своей сути мупы не создавались как таковые для ведения коммерческой деятельности. В основном это были предприятия, которые реализуют соцфункцию. Поэтому если мы сейчас, например, начнем вместо этих мупов, которые у нас существуют фактически вне какого-то конкурентного поля, создавать частные предприятия. Во-первых, создадим ли мы там частные предприятия. И даже если мы попытаемся что-то сделать, не повторять ли они у нас судьбу на сегодня тех же самых полуживых мупов. То есть отталкиваться нужно все-таки от понимания того, для каких целей создаются те или иные предприятия. — Ну вот Роман Титов все-таки представляет статистику и говорит, что за мупами в Кировской области закреплено имущество более чем на 1 миллиард рублей. В 40% районах выявлены факты незаконного распоряжения имуществом. 65% мупов в Кировской области убыточны. — Совершенно верно. Какое имущество? Тут уже понимать, либо это ликвидное имущество, либо это какие-то старые полу, извиняюсь, изнившие сети. То же самое, например, у нас в городе есть на сегодня несколько водоканалов. У нас крупнейший водоканал управляет оператор Кировской коммунальной системы. При этом, если не ошибаюсь, у нас есть три муниципальных предприятия, которые дышат наладом, которые как раз оперируют подобным имуществом, ветхими сетями. Может быть, имело смысл здесь не приватизировать эти локальные предприятия, как-то договариваться с тем, чтобы данная структура, эксплуатирующая хлебные активы, брала на себя и низкоориентабельные или убыточные активы, чтобы эксплуатировать весь комплекс. Поэтому давайте исходить из понимания каждого отдельного предприятия и его функционала. Второй фактор. Данную инститиву озвучивает у нас Роман Титов, который, по своей сути, является по статусу кем? Депутатом. Соответственно, к задачам депутатским функциям что относится? Законотворчество. Не только. В том числе? Совершенно верно. В том числе и законотворчество. Как раз депутатский корпус обязан следить за деятельностью органов эксплуатательной власти по эффективности управления тем или иным имуществом. Таким образом, депутатский корпус должен получать информацию, что за предприятие, в какой сфере работает, тем более с МУПа, теоретически можно запустить любую информацию о хозяйственной деятельности. Соответственно, только после анализа информации нужно принять решение о том, закрывать тот или иной МУП, акционировать тот или иной МУП, переводить его в статус, например, казенного предприятия или учреждения. Вот это и предлагается переводить в статус казенного учреждения. Я не очень понимаю, в чем разница МУПа и казенного учреждения, но вроде бы как казенное учреждение имеет большие ограничения и возможности контролировать деятельность. Мы подходим сейчас к самому главному вопросу. То есть вопрос эффективности МУПа, наверное, все-таки не вопрос его внутренней эффективности, а вопрос больше контроля. Соответственно, если на сегодня депутатский корпус начнет те же МУПы тщательно регулярно контролировать, отслеживая финансовые потоки, отслеживая состав затрат, в конце концов, управление имущественным комплексом, то возможно и не потребуется заниматься переформлением из одной собственности в другую. Но, а то, что касается МУПы и казенной, да, здесь есть принципиальные отличия. Если отталкиваться, собственно, от буквы закона, то МУП это фактически самостоятельное хозяйственное предприятие. Ну, собственникам, которым выступляют, если мы про МУПы, то муниципалитет. А казенное предприятие, да, это предприятие, которое работает на жесткой смете, у которого, в первую очередь, жестко ограничены получаться высшестоящие организации, собственникам имущества состав сметы доходов и расходов. И немаловажный фактор, работающий по заказу, то есть не самостоятельно определяющий свою коммерческую деятельность, а выполняющий определенный какой-то социальный заказ. Причем изначально эти костюмные предприятия создавались конкретно для военных целей. Ну, вот сейчас мы, видите, экстеполируем и на гражданскую продукцию. Ну, надо сказать, что вот эту идею пара МУПы озвучил Владимир Владимирович Путин публично, и все по центральным каналам могли это слышать и видеть. И он говорил о том, я сейчас дословно, конечно, не приведу цитату, но он говорил о том, что как раз МУПы являются такими инструментами, через которые свату, брату, зятью и так далее обеспечиваются заказы. Все опираться в контроль, а не в организационно-правовую форму. Поэтому, чем заниматься переводом МУПов в казенки, лучше действительно регулярно анализировать состав их хозяйственной деятельности. Контроль. Знаете, Владислав, я вот подумала, что неважно, из какой формы в какую будут переведены МУПы или любые другие государственные учреждения, люди-то ведь обычно остаются те же самые. Вот какая разница, он работал в МУПе и, например, уличен, или мы предполагаем, что он занимался вот такими околокоррупционными делами, или он останется и будет работать в казенном учреждении. Вот разве важно, как называется предприятие, если у человека есть желание слить что-то, стащить, вывести, разве форма предприятия кого-нибудь когда-нибудь останавливала? Вы попали в точку. И тут я бы, наверное, привел примеры собственной практики. В тот период, когда я жил за пределами Кировского региона, я как раз работал в муниципальной системе города Владимир и, собственно, я занимался антикризисным управлением МУП Владимир-Водоканал. Туда пришел именно как антикризисник, наводил порядок и с финансами, и с закупками, с ревизией доходов, организацией, собственно, текущих процессов. И у меня, естественно, был очень серьезный конфликт с инженерным корпусом. И вот в один из вечеров состоялся очень откровенный разговор с главным инженером такого большого предприятия МУП. Он говорит, ну, ты понимаешь, ты пришел из бизнеса, ты пытаешься здесь все организовать по бизнесу. Но мы, это ведь не бизнес, мы коммунальное хозяйство. И вот я помню вот это такое философское извлечение. Действительно, по своей сути, МУПы, наверное, это коммунальное хозяйство. И, наверное, туда должны прийти все-таки объективные другие люди, чтобы обеспечить хозяйственное. Но я с чего начал? Изначально МУПы создавались не как предприятия для какой-то конкурентной борьбы с частными предприятиями или прочими. Они создавались как предприятия с соцфункцией. Поэтому от того, что мы их акционируем, конкуренции в этом поле не прибавится. Еще раз говорю, что нужно анализировать, что за предприятие, какую функцию оно несет. То есть, скорее всего, мы не сможем, то есть, от того, что мы изменим МУП на казенку, суть этого предприятия не изменится. А вот то, что вы сказали, привлечь к этой работе какие-то более эффективные кадры, да, да, и еще раз да. Что, кстати говоря, с опытом работы во Владимире удалось из кризиса водоканал Владимирский выносить? Ну, сразу скажу, что да. В течение полугода мы провели очень хорошую санацию. Мы вышли из такого, скажем, долгового пики, реструктузировали все долги перед энергетиками и банками. На сегодня водоканал остался, сколько я знаю, в муниципальной форме собственности и эффективно работает с очень высокой маржой. Как это удалось сделать? То есть, вот были долги, как у наших предприятий, да, появились долги, которые потом сами же муниципалитеты и покрывают. То есть, сами, получается, муниципалитеты работают, эти долги формируют, потом из бюджета их пытаются гасить. Вот как этот порочный круг вам удалось разорвать во Владимире? Давайте начнем с того, что все-таки, вот если мы говорим про МУП водоканал или там наши предприятия водоканал, то да, это может быть эффективный хозсубъект. Вот я не совсем согласен с той схемой, которая сейчас у нас в Кирове. Наверное, было бы целесообразно здесь уйти от аренды сетей все-таки на концессию, чтобы часть доходов от эксплуатации этого всего имущественного комплекса получал муниципалитет. Это было бы очень... Концессия, это как раз передача сетей частному предприятию. Не совсем. Здесь еще происходит разделение прибыли. На сегодня у нас схема фактически аренды сетей, при которой, собственно, вся хозприбыль уходит хозсубъекту. А муниципалитету остается только там эквивалент арендной платы. То есть, вот предположим, сейчас обсуждается очень активно концессия с Т-плюс, да, по тепловым сетям. Она не сейчас, она уже много лет обсуждается. Если эта концессия будет предусматривать прозрачность бизнеса и совместное деление, получен, скажем, хозприбыли всеми участниками с тем, чтобы доля оставаться муниципалитету, это выгодное предприятие. И я еще раз подчеркиваю, что данная концессия может быть подготовлена депутатского корпуса. Таким образом, мы обеспечим прозрачность бизнеса. На сегодня мы не видим структуру экономики данного объекта. Поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, с чего мы начали, что когда мы говорим про мупы, куда их переводить? В акционерное общество, в казенку или в какую-то другую форму? Нужно отталкиваться от понимания, что это за предприятие. Если это предприятие, айтирированное на рынок, оно предусматривает некую конкурентную среду. Тогда его выгоднее акционировать, чтобы привлечь дополнительных инвесторов, и оно у нас будет самостоятельно плавать в рынке. Если это соцфункция, но не акционируем мы эту функцию, и частный бизнес не придет в такие сферы. То есть надо брать конкретное предприятие и его анализировать. Вот куприт можно приватизировать, сделать три куприта, четыре куприта, чтобы они конкурировали. Это, пожалуй, будет выгодно. Водоканал в концессию с тем, чтобы видели люди через депутатов, куда уходят деньги, чтобы эта прибыль шла на благо города. Это выгодно. А вот, скажем, какие-то социальные функции, надо просто анализировать структуру. У нас очень много мопов, которые у нас резут соцфункции. Вот оно живет там, какие-то соцфункции резут. Ну и ладно, что хоть какие-то соцфункции выполнят. Частный бизнес не пойдет туда, где нет денег, где нет прибыли. Прервемся буквально на полминуты. Напоминает особое мнение о бизнес-обудсмене Кировской области Владислава Попова. Особое мнение на 101FM Продолжаем разговор с Владиславом Поповым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. И все-таки, чтобы добить тему с управлением городским хозяйством, МУП или это казенное учреждение, или это государственно-частное партнерство, акционерные общества. Опыт Владимира все-таки коснулся изменения по поводу МУПов и управления хозяйством не только водоканала. Там новая схема была организована. Расскажите, как работает Владимир сейчас. Я думаю, что мы еще к теме Владимира коснемся, когда будем говорить про Урбанфорум. Потому что такие мероприятия ведутся. И слава богу, что у нас сейчас начинается такая активность в нашем регионе. Если говорить конкретно про опыт управления, так скажем, дорожным хозяйством, то во Владимире сделали очень интересный эксперимент. Когда выяснилось, что управление дорожным хозяйством, зимнее обслуживание, вывоз снега, дорожная разметка, освещение и прочие факторы отданы на откуп частым структурам, фактически привели к тому, что деньги в колоссальных размерах разбазарились. Это было очень громкое дело. Дело об 1,6 миллиарда рублей, которое фактически Рочеркомпера, городская администрация, предыдущая до выборов отдала частной конторе, записанной на бабушку в квартире, у которой вообще собственных активов-то и не было. Очень было скандально громкое дело. После этого было решено. В пределах той суммы, которая была выделена вот этой структуре 1,6 миллиарда, фактически создали не предприятие, не МУП. Создали учреждение, бюджетное учреждение, как бюджетополучатель, которая по своим бюджетным статьям сколько надо получала денег на ГСМ, на аренду техники, на закуп песко-соляных смесей и на работу обслуживающего персонала. Дальше самое интересное. Вот почему, когда я говорю про МУПы и про соцфункции, вот частный бизнес ориентирован на прибыль. Вот сколько у нас на сегодня по статистике предприятия обслуживают городского хозяйства, дорожного хозяйства. Благоустройство, дороги, разметка, какой-то может там ямочный ремонт. Если не ошибаюсь, вот было по состоянию на начало прошлого года, если не ошибаюсь, 16 компаний примерно, подрядчиков. В том же Владимире, который размером сопоставлен с Кировом, это просто одно бюджетное учреждение. Таким образом, что мы имеем в Кирове? Мы имеем 16 контор, которые нужно кормить. Да, я как омбудсмен поддерживаю бизнес за конкурентную среду, за развитие бизнеса. Но если мы говорим про эффективность использования бюджетных средств или муниципальных средств, то когда мы выделяем на конкурсах деньги частным 16 конторам, мы гормим 16 конторам, которые, ориентируясь на прибыль, оказывают услугу не то, что качественно, а чтобы это было им выгодно, то есть минимальными затратами. Когда мы говорим про бюджетное учреждение, сколько надо денег выделить, ровно столько выделяется. Не больше и не меньше. Эти деньги прозрачные, они контролируемые, все активы тоже самое контролируемые. Поэтому я подчеркиваю, когда мы говорим о приватизации каких-то муниципальных функций, надо отталкиваться от социальной составляющей. Вот в данном случае я бы пошел по пути все-таки какого-то казенного предприятия, либо учреждения, а не акционирования. Потому что на выходе мы получим не качественную услугу, а услугу, которую будут оказывать с минимальными затратами ради своей прибыли. Это Владислав Попов, его особое мнение мы слушаем. И напомню, что Владислав является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. Я зашла, конечно же, перед эфиром на сайт, который освещает вашу деятельность, и вижу, что как грибы просто в лесу растет количество обмудсменов Кировской области. Достаточно зайти на сайт, там слева карта такая висит, и уже светятся районы, в которых есть свои бизнес-омбудсмены. Таких районов я насчитала раз, два, три, четыре, пять, шесть. Амутнинский, Слободской, Котельнический, Советский, Уржомский, Малмышский, Котельнический. Кстати, совсем недавно, буквально на днях, был представлен бизнес-омбудсмен Котельнича, господин Шаров С.И. Дальше не полезло, чтобы посмотреть, как его зовут. Это в вашей пресс-службе замечание. Лучше бы написать Сергею Шарову. С.И. Шаров. Зачем вообще такое количество обмудсменов по бизнесу в регионе? Давайте так. Во-первых, на сегодня у нас обмудсменов в районах не шесть, а семь. С восьмым по Кирово-Чепецку сейчас ведутся переговоры. Но если можно, я бы не... В смысле, он есть или пока переговоры? Есть человек, которого нужно уговорить заниматься общественной работой. Но он появится в Кирово-Чепецке. У вас есть такие намерения? Есть две кандидатуры. Ведем очень аккуратные, тонкие переговоры. Замечательные, уважаемые люди. Но я бы сейчас не хотел ответить на ваш вопрос. Я бы хотел маленько копнуть историю. Нет, а я прошу вас отметить конкретно на мой вопрос. Зачем эти бизнес-омбудсмены появляются в наших районах? Вот вы говорите, Кирово-Чепецку бизнес-омбудсмен просто необходим. Почему? Вы же есть. Я все-таки копную историю. Когда у нас были общественные слушания, когда губернатору не понравились предыдущие кандидаты, и он сказал, что нет яркой программы... Когда были общественные слушания по кандидатуре бизнес-омбудсмена на регион. Да. То давайте вспомним, тогда же я везде это публиковал, в чем заключались основные пункты моей программы. Вы не помните. Я не помню. Я думаю, что никто не помнит. Я даже скажу глубже. А сколько вообще было кандидатов на место амбудсмена? 5-6 человек. Было, если не ошибаюсь, больше практически 8 кандидатов. Ну, это включая меня. Но Андрей Николаевич снял свою кандидатуру. Андрей Николаевич Вавилов? Вавилов, да, снял. И Александр Добрушкес не смог пройти, потому что на второй тур не предстоял весь пакет документов. Ну, так, ну, абстрактно будем говорить. 8 кандидатов. Все говорили примерно об одном и том же. Но все говорили, что будет амбудсмен, да я буду работать, да я сделаю то, я сделаю другое. Что сказал в своем, как сказать, в своей программе, я когда представлял данную концепцию, я сказал, что сначала я буду создавать нормальный рабочий аппарат, впоследствии я займусь созданием системы районных амбудсменов, то есть представителей во всех районных систем, чтобы эта система охватывала все районы области. Собственно, я иду в строгом соответствии со своей программой. Так зачем вот это вот нужно? Зачем вам в каждом районе по бизнесам амбудсмена? Например, нас окружают рядом с нами. Вот товарищ, например, Шаров. Прекрасный человек. Который является заместителем господина Липатникова и, насколько я понимаю, в торгово-промышленной палате. Вот и занимались бы в торгово-промышленной палате непосредственно своей деятельностью, тем более, что практически масса предприятий в области является членами торгово-промышленной палаты. Зачем ему еще бизнес-амбудсменом по Котельническому району становиться? Ну, давайте так сказать. Бизнес-амбудсмен — это статус. Так, ради статуса. Стоп-стоп-стоп-стоп. Любой статус подразумевает некую деятельность, некую ответственность. Таким образом, бизнес-амбудсмен, если вот говорим про мою должность, то я будсмен в рамках, в масштабах региона. Ну, и все, и хватит. Прекрасно. Но я же не могу знать досконально проблемы того или иного района или, скажем, досконально ту или иную функцию. Соответственно, когда я проводил бенчмаркинг, создавая свою программу, о которой я сейчас только шутка... Ну, что вы делали? Проводили что? Директанты говорят бенчмаркетинг. Ну, правильно говорить, бенчмаркинг. Это что такое? Собственно говоря, я изучал ту сферу на аналогичных примерах, куда я собираюсь. То есть, соответственно, я изучал опыт других регионов, либо похожих организационных структур. Поэтому я изучал, как организованы, например, работы общественных объединений, которые декларируют защиту предпринимателей, либо как данная работа организована в других регионах. Вот вы сейчас говорите, много, как грибы рождаются. Замечательно. Сколько бизнес-обудсменов в Нижегородской области? Не знаю. Примерно. Без понятия. Ну, понятно, что там как минимум один есть. Для меня вообще открытие, что... 83 обудсмена. Боже мой. Из них 50 с чем-то это обудсмен в каждом муниципальном районе, из которых я уже даже лично некоторых знаю. И порядка 30 бизнес-обудсменов. Это функциональные бизнес-обудсмены, которые досконально лучше, чем, так сказать, бизнес-обудсмен региональный, знают ту или иную сферу правоотношения бизнеса и власти. Эти все люди, кроме статуса, что имеют? Зарплату имеют? Нет. Это чисто общественная работа. По своей сути, мы создаем те элементы структуры, которыми должны обладать прочие общественные объединения. Например, та же опора России. По своей сути, вот эти общественники, эти люди работают как общественники. Почему им это выгодно? Например, Сергей Иванович Шаров на сегодня проживает в городе Котельнич. Это уважаемый человек, у которого там есть свой бизнес-центр. Ему, во-первых, в силу опыта, ему хочется поделиться с предпринимательностью своим опытом, например, создания бизнесов, взаимодействия с теми или иными структурами. Ведь у нас Сергей Иванович Шаров когда-то создавал областной фонд поддержки предпринимательства. Вот тоже есть. Областной фонд поддержки предпринимательства, торгово-промышленный аппарат, палата, где он тоже участвует. Зачем еще и аппарат бизнес-амбудсменов? Парочку секунд. Вот одно другому не мешает. Во-первых, я начал с того, что я изучал опыт других регионов и применяю то, что есть там. Когда в регионе не единый абудсмен, а, скажем, 80 абудсменов, которые быстрее и оперативно решают проблемы на местах, это же хорошо. Таким образом, в систему вовлечен не один человек, а как минимум 80. Вы считаете, это неправильно? Цель у вас какая? Сколько бизнес-амбудсменов в Кировской области появится? Я считаю, что как минимум в каждом районе должен быть свой бизнес-амбудсмен, как минимум кусты вы. Кроме того, вы еще не знаете всех остальных элементов структуры, которые мы... То есть не меньше 40 бизнес-амбудсменов будет в Кировской области? Я сказал, что будет 40, но мыслимся к тому, чтобы у нас был охват всей области. Помимо тех районов области, которые вы назвали, у нас еще есть так называемые функциональные бизнес-амбудсмены или помощники оригинального абудсмена по тематикам бизнеса. Например, у меня есть Александр Бахничев, который помогает в вопросах налогообложения. Андрей Гродников, бизнес-амбудсмен по лесным вопросам. Сергей Улитин, которого вы знаете, бизнес-амбудсмен по вопросам взаимоотношений бизнеса и власти в сфере ЖКХ. Татьяна Крагопольцева, бизнес-амбудсмен сегмента Хорека. Елена Протопова, бизнес-амбудсмен по взаимоотношениям со службой судебных приставов. Сергей Трапезников, вопросы промышленной безопасности. Денис Слобожанинов, вопросы связаны с дорожным хозяйством. Кроме того, мы расширяем сеть юридических компаний, которые работают на условиях, скажем, на общественных отношениях, то есть про-боно, которые помогают нам с рассмотрением сложных вопросов. На сегодня у меня уже подписаны договоры с семью компаниями, которым мы отдаем свои дела или так называемые кейсы для того, чтобы они отдавали какое-то заключение. Я же не могу знать все, не могу знать проблему какого-то района досконально, либо специфик в отношении в какой-то специфичной сфере. Поэтому и создается вот сеть этих помощников, общественных помощников, которые работают в связке с омбудсменом. Когда вы уже сколько времени работаете? В полгода. В полгода. Мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты, и нужно будет в сжатые сроки, буквально в две минуты уложившись, рассказать, к чему вот эта вся история сейчас уже привела, каковы хотя бы первые результаты. Особое мнение на 101FM Эта программа «Особое мнение», ее ведет Светлана Занько, и свое особое мнение высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Так что касается бизнес-мбудсменов, мы уже поняли, что их будет не меньше 40. Бизнес-мбудсмены по отдельным муниципалитетам и по отдельным направлениям. Какую реакцию вызывает в муниципалитетах появление собственного будсмена? Ну, на мой взгляд, положительную. Пример того же Катенча показывает, что Шаров, как человек уважаемый в районе, может быть тем агрегатором для локального бизнеса, чтобы эти вопросы вынести на уровень именно муниципалитета. Потому что все равно, наверное, процент всех вопросов можно решить на уровне муниципалитета. Второе. Почему он нам нужен? Потому что через него мы сможем проводить программы обучения. Либо с выездом специалистов, либо дистанционные. Второе. Еще раз. Несколько буквально тезисов, которые вы назвали, меня приводят к выводу, что вы своей функцией, вот своим новым аппаратом подменяете функции, заменяете функции, не знаю, или дублируете функции таких организаций, как общественные, например, организации, как торгово-промышленная палата, или такой организации, как опора России, которая занимается тоже бизнесом, или массы просто направлений, которые осуществляет правительство Кировской области, в том числе и по обучению предпринимателей. Думаю, что нет. Я думаю, что мы как раз дополняем друг друга. Пример тех же других регионов, когда я занимался этим умным словом бенчмаркинг, показывают и Пермь, и Нижний. И дословно было сказано мне так, что мы 4 дня из 5 в неделю проводим в торгово-промышленной палате, потому что это как раз структура, которая объединяет бизнес с пониманием всех тех проблем, которые у этого бизнеса есть. Соответственно, задача обучсмена, может быть, это эссе получить и начать с ним эффективно работать, потому что у нас опять больше возможностей по работе с властными структурами чиновниками. А торгово-промышленная палата восприветствует вашу активность? У них там своих специалистов полно и направлений деятельности. Я работаю как с президентом торгово-промышленной палаты, так и с каждым из вице-президентов по направлениям. То есть у нас у каждого есть один проект, который мы сейчас пытаемся довести до какого-то логического заключения. Ну, наверное, ни для кого не секрет. Я адекватно понимаю, что такое палата и уважаю руководство палаты, но, наверное, там бы тоже имело, наверное, смысл заняться как-то обновлением крови. Свежей крови. Да, потому что мы не видим, что туда приходят именно к руководству какие-то новые креаторы, которые могут привести новые идеи. Вот скажите, Владислав, тут у нас, значит, куча всяких объединений, которые мы сегодня уже перечислили и еще не перечисляли. А вот, например, внятной, прозрачной, напечатанной на бумаге, защищенной, разработанной стратегии социально-экономического развития региона нет до сих пор? Ну, у нас многие критикуют на сегодня органы власти. А почему ее нет до сих пор? Ну, я тоже часть этой власти. Наверное, и меня имеет смысл критиковать, потому что как раз одна из моих функций по закону – это участие в социально-экономической стратегии развития региона. Ну, давайте все-таки будем более объективны. Наверное, неправильно, если мы будем ждать, что нам выйдут чиновники, наверное, необходимо с ними работать. Как раз мы сейчас и создаем эти площадки. Первое, что мы видим – да, у нас достаточно пассивные общественные объединения. Слава богу, что у нас хоть есть палаты, и палаты у нас достаточно серьезно охватывают бизнес. И как минимум палата может дать необходимую аналитику, информацию для разработки этой стратегии. Торгово-промышленная палата может дать аналитику по бизнесу, по экономике для разработки стратегии. Кому? Правительству? Да, но не абстрактно противствовало конкретным чиновникам. Второй фактор – у нас должны быть регулярные площадки для общения. Что такое дать? Я направил письмо, письмо можно потерять. Ой, я такое сказал, ой, мы привели такое совещание. Это какие-то локальные, такие, ну, точечные мероприятия. Для того, чтобы работала стратегия, должна быть регулярная площадка. Мы их создали, и создали они совсем недавно. Это экономический совет, это совет по развитию предпринимательства. Опять экономический совет? При ком? Опять экономический совет? При губернаторе. Это правильно. Это была такая история когда-то очень давно. При предыдущем губернаторе она была, правда, быстро завершилась. Мы только что говорили с вами про МУПы, и тоже самый пример. Дело не в организационной правоформе, дело в наполнении, то есть в тем, кто в этом процессе участвовал. В люди. Совершенно верно. Вот тот же уважаемый Азий Сагаев все время сказал так, что в прошлых экономических советах были две категории работников. Были, как сказать, эксперты, которые, я называю, креаторы, которые создают что-то, придумывают или же используют чужой опыт. А вторая категория критиков. Вот когда эти две волны сталкиваются, неважно, это чиновники или это общественники, вот на фоне того, что кто-то предлагает что-то, а другой все это обчесывает, скажем, какую-то форму, возникает что-то на выходе. — Экономический совет, вот сейчас, который создан при губернаторе, он создан снизу или сверху? Губернатор сказал, мне нужен экономический совет, кто? Или вы сказали, вам нужен экономический совет, мы готовы? Как это было? — Я думаю, что он создавался обоюдо, и он сейчас обоюдо, не знаю, как правильно сказать слово. — Вы считаете, что Василий заинтересован в работе с экономическим советом? — Я считаю, что да. Кроме того, Василий в рамках данных структур, они идентичны, скажем, по своему функционалу и структуре, есть два зама. Зам чиновник, зам общественник. Соответственно, в обоих советах это, соответственно, Чурин, это руководящий первый зам за весь экономический блок, а второй зам, это как раз есть Липатников. Таким образом, Липатников должен агрегировать коллегиальное мнение бизнеса и выдавать его в виде каких-то предложений в повестку экономического совета. — Это все и дело на протяжении скольких уже десятилетий? — Так вот, сейчас, вот понимаете, я не хочу критиковать ни Васильева, ни там, скажем, чиновников, ни того же Липатникова. То есть, чтобы Липатников все это сгенерировал, его должен снизу поддавливать бизнес, члены того же обоих этих советов. — Было с заседанием уже хотя бы одно экономического совета в обновленном составе? — Не буду врать, по-моему, не было. — Вы там были? Раз вас там не было, так, наверное. — Я не член экономического совета, я пока член только совета по предпринимательству. Первое было, как раз сейчас и выдали чиновники, которые организуют данный совет, ко всем членам совета, дать предложение в повестку дня. — А кто туда входит, в этот экономический совет? — Известные предприниматели Кирова, Кировской области. По-моему, сейчас я сказать не смогу так, чтобы не вспомню, но главно-то входят представители всех наших крупнейших деловых объединений. — Машиностроительных предприятий, военных, оборонки. — Я думаю, что военные, оборонки должны входить в экономический совет, и там они входят. Вот задача просто в регулярности, и вторая задача в давлении. Вы поймите, задача в том, чтобы наш бизнес был более активен. — Да, давайте мы сделаем так. Просто эта тема такая дискуссионная, вынесем ее на ближайший разворот на бизнес и подискутируем. — С удовольствием. — Нужен экономический совет, кому он нужен, и с чем там люди будут заниматься, и почему мы до сих пор без стратегии прописанной экономической. — Все ваши предложения после эфира мы соберем и обзвоним, и посмотрим, кто захочет на эту тему поговорить в эту среду в развороте на бизнес. Значит, еще у меня есть два вопроса, на которых нужно будет ответить коротко, буквально уложиться в три минуты на каждый вопрос. Смотрите, вот на прошлой неделе на гражданском форуме, безусловно, это было ожидаемо, обсуждали тему мусорной реформы. Там Алла Викторовна Албегова, министр экологии и природопользования, министерству, которому передана эта тема практически сейчас всецело, сообщила, что к 2002 году в области должно быть закрыто 19 полигонов, а построено 5 новых. При этом она сказала, что на создание новых полигонов не предусмотрено никаких субсидий, а значит, они будут создаваться за счет тарифа. Это гражданам надо быть нам сразу готовым, что за счет тарифа, который мы будем оплачивать, будут строиться 5 новых полигонов и сокроваться 19. Многие общественники наставят на том, что необходимо уже сейчас приступить к строительству мусороперерабатывающих заводов, чтобы нам хватило этих пяти полигонов, и чтобы было понятно, что мусор все-таки утилизируют по-новому, и мы платим не просто так этот свой тариф из кармана в карман перекладывать тех, кто закрывает, кто строит полигоны. Но и призывает к тому, что почему только за счет тарифа, говорят общественники, в частности Александр Булдаков об этом говорил, там же на гражданском форуме, почему не за счет инвесторов? Алла Викторовна еще раньше на пресс-конференции сказала СМИ, которые тоже задавали этот вопрос, что в государстве нет сейчас внятных инструментов для мотивации постройки перерабатывающих заводов, нет таких инструментов прорабатывающих, а те инвесторы, которые обращаются с заявлениями, что они готовы построить, они занимаются больше прожектерством, никаких внятных бизнес-планов у них нет. Вот у вас какое складывается по этому поводу представление, ощущение? — Первое. Учитывая, что в других регионах подобные системы, именно бизнес-системы существуют, мы не лучше находимся, чем другие регионы. Поэтому я думаю, что надо просто искать нормальных инвесторов с нормальным ресурсом, с опытом работы. А второе. Нужно максимально помогать, не создавать здесь препоны. Я думаю, что то, что здесь нет серьезных инвесторов, это следствие двух этих факторов. Плохо ищем, мало помогаем. — Нет, она говорит, что есть инвесторы, но у них какие-то не бизнес-планы. — Значит, не там ищем. Я же сейчас об этом говорю, что мы мало ищем инвесторов. — Вот вы как бизнес-омбудсмен видели этих инвесторов с их деньгами? — Я видел одного из... — Алла Викторовна видела. — Я видел. — Почему бизнес-омбудсмен их не видит, инвесторов? — Парашку секунд. Вы поймите, у меня функция другая. У меня функция защиты бизнеса. А, скажем, функция привлечения инвесторов — это функции других компетентных работников. — Мне вообще очень странно, что этот весь вопрос скинули на Министерство экологии. Ведь это же бизнес, экономика. — Я думаю, что эти вопросы однозначно нужно рассматривать на тех площадках, которые мы с вами уже сказали. Комический совет, может быть, тот же Urban Forum. И более жестко, с точки зрения общества, работать с ответственными чиновниками, которые привлекают инвестиции в регион. — А вот если приходит инвестор со своими деньгами, даже пускай без бизнес-плана, но он готов вложиться в мусоропереработку. Что нужно ему сказать? Дайте нам сначала бизнес-план. — Естественно. Как может быть, инвестор без бизнес-плана — это какой-то странный инвестор. — А нельзя ли взять сразу инвестора с деньгами и помочь ему этот бизнес-план? — Знаете, я не думаю, что это какой-то абстрактный инвестор с деньгами. — Разве не это функция обучения, направления и прочее? Человек стоит с деньгами и говорит, я, в принципе, готов. — Знаете, я бы такого инвестора продавать не стал. Если человек скажет, у меня есть пять мусороперывающих предприятий по России, а еще там несколько за рубежом, ему можно доверять, если он это докажет. А если человек с деньгами скажет, я хочу заняться за мусором, нет, вы знаете, я такой аферист. — Идите со своими деньгами, вы нам пока не нужны. Будем другого инвестора ждать. — Учитывая, что у Албеговой достаточно хорошее понимание специфики данной отрасли, я думаю, что она ее оценит через свой фильтр, что пока серьезные инвесторы не пришли. Я повторяю, что важно нам всем, инвесторы к нам в регион в очередь не стоят. Их надо искать. — А те, которые приходят, мы говорим, идите, у вас нет бизнес-плана. — Парочку секунд. Если у них нет опыта работы, их надо отсюда посылать, извините. — А посотрудничать? — С кем? У них нет опыта работы. Они что, у нас будут ставить эксперименты? Хватит же нам экспериментов с регионом? — Ясно. Полторы минуты у нас остается, две. Елена Ковалева на пресс-конференции в пятницу по начинающемуся первому Кировскому урбанистическому форуму, он уже завтра начинается, она заявила, что развитая и благоустроенная городская среда стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в городе. Согласны? — Абсолютно согласен. — И пару слов, чего вы ждете от этого форума? — Естественно, нормальных человеческих отношений. Если у нас сейчас в городе новая команда формирует новые правила игры, которые должны быть прозрачны для бизнеса, потому что мы уже сталкивались с городскими властями, пусть они пока что эти правила говорят что-то. — Вот отысли, где мы пустим частный бизнес, там та же реклама, например, или утре, вот то, что мы с вами сейчас дискутировали, городское благоустройство, может быть, что-то еще. Задача власти не заниматься самим бизнесом, а создать условия для частного бизнеса. Тем более, если мы сейчас говорим про там умный город, пусть создают темы, пусть их понятно озвучивают в виде нормальных документов. Если вот понятные сформированные правила игры, бизнес сюда придет и местный бизнес деньги вложит, и бизнес других регионов. — Стандарты для всех одинаковые и открытые. Об этом речь идет? — Да. — Спасибо. Встретимся на Первом Кировском урбанистическом форуме. Начинается уже завтра и пройдет два дня. Я благодарю за ваше особое мнение. Владислав Попов, бизнес-омбудсмен Кировской области, был у нас в гостях. Программа вела Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM